Рыльский краеведческий музей. Старейшее культурно-просветительное учреждение. Основание музея связано с именем Софьи Константиновны Репиной, московской художницы, внучатой племянницы известного художника Ивана Ефимовича Репина. С первых дней существования и до настоящего времени музей является центром духовной просветительной жизни города и района. Татьяна Егоровна Рылькова. Заведующая Рыльского краеведческого музея. Замечательная женщина, всем сердцем преданная своей профессии. Не имея практически никакого бюджета, она самоотверженно исполняет свой долг музейного работника, хранителя исторического наследия. Просто чудом сохраняя уникальный музейный фонд, большинство экспонатов которого давно уже требует серьезных реставрационных работ. Вот мы входим в зал, а точнее в маленькую комнату, посвященную Григорию Ивановичу Шелихову. Здесь же располагается экспозиция, посвященная побратимским связям, городов Рыльск и Шелихов. Татьяна Егоровна, будучи непосредственным участником тех событий, когда только зарождались побратимские связи, с любовью и трепетом вспоминает о своем первом визите в город Шелихов, о том, с каким энтузиазмом, с какой теплотой, шелиховчане приняли предложение Рылян о дружбе. С тех пор прошло 30 лет. Эти события постепенно стали стираться из памяти. Молодежь практически ничего об этом не знает. Но все же есть в Рыльский сквер городов побратимов. И есть эта экспозиция 30-летней давности, с давно требующими замены стеклянными метринами, об одной из которых, кстати, во время нашей экскурсии ребенок порезал руку. Музейное оборудование давно и безнадежно устарело, требует замены. Рыльский музей довольно часто посещают туристы и паломники, приезжающие в Свято-Николаевский Рыльский монастырь. И хочется, чтобы после посещения музея у них оставались приятные впечатления. Да, музею требуется помощь. Мы верим, что у нас все получится. Владимир Алексеевич Хороший налаживал связи с городом Шелиховым, побратимом нашего города в Иркутской области, город Шелихов. Город Шелихов. Ему исполнилось в этом году совсем недавно 60 лет. Это молодой металлургический город.